Глава девятая, в которой у Майкла не ладится заклинание За дверью оказался тот капитан, он наконец пришел за заклинанием попутного ветра и вовсе не обрадовался, когда ему пришлось столько ждать. «Если я упущу прилив, парень, придется мне поговорить про тебя с колдуном», — пригрозил он. «Не люблю лентяев». С точки зрения Софи, Майкл ввел себя с ним уж чересчур вежливо, но она сама была так расстроена, что у нее просто не хватило сил вмешаться. Когда капитан ушел, Майкл отправился к столу мрачно глядеть на заклятие, а Софи молча села штопать чулки. У нее была всего одна пара, и узловатые ноги протерли в них огромные дыры. Серое платье уже все обтрепалось и стало ужасно грязное. Софи подумывала о том, не вырезать ли наименее пострадавшие от слизи куски погибшего голубого с серебром костюма Хоула, и не скроить ли из них себе юбку. Но ей было никак на это не решиться. «Софи», — спросил вдруг Майкл, поднимая голову от одиннадцатой страницы заметок, — «а сколько у вас племянниц?» Софи как раз боялась, что Майкл начнет задавать вопросы. «Да живешь до моих лет, малыш. Собьешься со счета», — ответила она. «Они все одинаковые. Эти две летти, на мой взгляд, похожи как двойняшки». «Ну что вы! Совсем не похожи!» — к ее изумлению возразил Майкл. «Ваша племянница из верхних горок и в половину не такая хорошенькая, как моя летти». Он разорвал одиннадцатую страницу и начал двенадцатую. «Хорошо, что Хоул не видел мою летти», — произнес он, начал тринадцатую страницу и разорвал ее тоже. «Когда миссис Ферфакс сказала, что знает, кто такой Хоул, я чуть не засмеялся. А вы?» «Нет», — отозвалась Софи. «На чувства летти это никак не влияло. Софи все думала о сияющем обожании мличики летти под яблонями в цвету. Выходит, нет никакой надежды, что на этот раз Хоул влюблен по-настоящему». Кальцифер в очаге фыркнул, рассыпая зеленые искры. «Я боялся, что вы начнете так думать», — проговорил Майкл. «Не надо обманывать себя, как миссис Ферфакс». «А откуда ты знаешь?» — спросила Софи. Кальцифер с Майклом переглянулись. «Разве он забыл сегодня утром провести в ванной свой положенный час?» — скривился Майкл. «Да что там час? Два часа там торчал!» — зашипел Кальцифер. «Все накладывал себе на физиономию с надобья до заклятия. Ветропрах». «Видите?» — повернулся Майкл к Софи. «Вот когда Хоул забудет обо всей этой ерунде, я поверю, что он влюбился по-настоящему. Но не раньше». Софи подумала о том, как Хоул стоял на одном колене в саду, изо всех сил стараясь казаться как можно красивее, и поняла, что Майкл и Кальцифер правы. Ей пришла в голову мысль пойти в ванную и спустить все Хоуловы с надобья в унитаз. Но она не решилась. Вместо этого она заковыляла за голубым с серебром костюмом. Остаток дня она посвятила вырезанию из него маленьких голубых треугольничков, чтобы сооружить себе лоскутную юбку. Майкл ласково погладил ее по плечу, когда подошел к камину, чтобы швырнуть Кальциферу все семнадцать страниц своих заметок. «В конце концов, ко всему привыкаешь», — сказал он. К этому времени стало ясно. С заклятьем у Майкла что-то крупно не ладится. Он бросил писать и наскреб из очага сажи. Кальцифер в полном недоумении высунулся поглядеть, чего это он. Майкл достал из подвешенного к балке мешочка какой-то увядший корешок и положил его в сажу. Потом, после глубочайших раздумий, он повернул ручку над дверью вниз синим и на двадцать минут исчез в Портхавене. Вернулся он с большой витой раковиной и положил ее вместе с сажей и корешком. Потом он разорвал в клочке много-много бумаги и клочки тоже ссыпал в общую кучу. Все это он разместил перед черепом и принялся дуть, так что клочки и сажа разлетелись по всему столу. «Чем он там занят? Как ты думаешь?» — спросил кальцифер у Софи. Майкл перестал дуть и стал толочь все вместе с бумагой и пестиком в ступке, время от времени с надеждой поглядывая на череп. Ничего не случилось, поэтому Майкл стал добавлять в ступку другие ингредиенты из мешочков и горшочков. «Не нравится мне шпионить за хоулом», — объявил он, растирая в ступке третий по счету набор ингредиентов. «Может, он и сердцеед, только мне он сделал ужасно много хорошего. Он взял меня к себе, когда я был никому не нужным портхавенским сироткой и сидел у него на пороге. А как так вышло?» — спросила Софи, вырезая очередной голубой треугольничек. «Мама умерла, а отец утонул в бурю», — ответил Майкл. «А когда так случается, никому до тебя и дела нет. Из дома меня выселили, потому что мне нечем было платить за жилье. Я пытался побираться, но меня гоняли от дверей и из рыбачьих лодок. И в конце концов я понял, что прямая дорога мне туда, куда никто не сунется. А Хоул тогда только-только начинал работать под именем колдуна Дженкина. Все говорили, что в этом доме живут привидения, поэтому я пару ночей проспал у дверей, а однажды утром Хоул открыл дверь, чтобы пойти за хлебом, и я упал через порог в дом. Хоул сказал, чтобы я не уходил, пока он еды не раздобудит. Ну вот я и остался, а тут был Кальцифер, и я начал с ним разговаривать, потому что никогда не видел демона. «А о чем вы говорили?» – спросила Софи. Ей стало интересно, не просил ли Кальцифер и Майкла тоже разорвать договор. Он капал на меня слезами и жаловался на горести. «Скажешь нет?» – прошипел Кальцифер. Ему и в голову не приходило, что у меня жизнь тоже нелегкая. «Не приходило», – согласился Майкл. «Ты просто все время ноешь. А в то утро ты был со мной очень мил, и это произвело на Хоула впечатление. Но вы же его знаете, София. Он мне не сказал «останься», мол, «живи». Не выгнал, и все. Ну, я и стал из кожи вон лезть, только бы приносить ему пользу. Следил за расходами, чтобы он все не спускал, не успев получить, и так далее. Содержимое ступки произнесло «Уф!» и тихонечко взорвалось. Майкл, тяжело вздыхая, стер сажу с черепа и попробовал новый состав. Софи начала раскладывать на полу мозаику из голубых треугольничков. «Поначалу я делал кучу дурацких ошибок», – продолжал Майкл. «И Хоул все терпел, представляете? Я думаю, теперь это уже в прошлом. И, по-моему, с деньгами я ему действительно помогаю. Хоул вечно покупает страшно дорогие наряды. Говорит, никто не станет нанимать волшебника, который выглядит так, словно не может заработать своим ремеслом. Просто любит тряпки», – снова зашипел кальцифер. Его оранжевые глаза следили за работой Софи довольно-таки многозначительно. «Этот костюм был безнадежно испорчен», – оправдалась Софи. «Да не только тряпки», – отмахнулся Майкл. «Помнишь, как было прошлой зимой, когда мы оказались на мели, и у тебя даже полежка не было?» «Так он пошел и купил череп и эту свою придурочную гитару. Я тогда жутко разозлился, а он говорит, они красивые». «А как вы с дровами поступили?» – спросила Софи. «Хоул выпросил их у какого-то своего должника», – ответил Майкл. «То есть он так сказал. Надеюсь, не врал. А мы ели морскую капусту. Хоул говорил, она для здоровья полезная». «Вкуснятина!» – промурлыкал Кальцифер. «Сухая и хрустящая». «Ненавижу!» – с чувством выдохнул Майкл, рассеянно глядя в ступку. «Ничего не понимаю. Должно быть семь ингредиентов. Или уж тогда семь процессов. Ладно, попробуем пентаграмму». Он поставил ступку на пол и нарисовал мелом вокруг нее нечто вроде звезды с пятью лучами. Порошок взорвался с такой силой, что треугольнички Софи улетели в очаг. Майкл ругнулся и тщательно стер меловые пометки. «Софи!» – окликнул он. «Что-то я совсем запутался с этим заклятием. Вы мне не поможете, а?» «Прямо как школьник, который несет трудную задачу бабушке», – подумала Софи, собирая треугольнички и терпеливо выкладывая их на пол во второй раз. «Дай погляжу!» – осторожно отозвалась она. «Я ж ничего не смыслю в магии!» Майкл поспешно сунул ей в руку странную, чуть светящуюся бумажку. Даже для Чаар вид у нее был необычный. Крупные печатные буквы слегка расплывались перед глазами, и по краям бумажки тоже были дрожащие серые разводы, словно тающие тучи. «Ну, что вы думаете?» Софи прочитала. «Ухвати звезду с небес, Мандрагору раздобудь, Отчего хромает бес? Как мне прошлое вернуть? Как бы мне сирен послушать? Ковы злобы как порушить? И от коля ветер в поле подгоняет добрую волю. О чем здесь говорится?» Вторую строфу напишите сами. Софи была крайне озадачена. Ей случалось и раньше совать нос в заклинание, но ничего подобного она не видела. Она дважды перечитала серые буквы, и лихорадочные объяснения Майкла ей ничуть не помогали. Помните, Хоул мне говорил, что сложные заклятия всегда содержат в себе загадку? Ну вот я сначала и решил, что тут каждая строка – загадка. Вместо звезды с небес я положил сажу с искорками, а вместо сирен – раковину. Мандрагору я раздобыл, у нас в мешочке полно корешков, но может быть тут речь идет именно о свежей? Не понимаю. И вытащил все старые календари, но вот здесь я не уверен, может это и неправильно. А-а-а! Ковы порушить? Это, наверное, надо у кузнеца спросить. А от злобы помогает щавель. Мне это в голову не пришло. В общем, не работает. И неудивительно, – покривилась София. – Судя по всему, это список того, что сделать невозможно. Но Майкл с этим не согласился. Если все это сделать невозможно, – резонно возразил он, – значит, сотворить это заклятие никто не в состоянии. – К тому же, – добавил он, – мне ужасно стыдно, что я шпионил за Хоулом, и я хочу загладить вину, разобравшись с этим заклятием как следует. – Хорошо, – кивнула София. – Тогда давай начнем с… О чем здесь говорится? Если считать, что это тоже входит в заклятие, то эта фраза должна привести все в действие. Но с этим Майкл тоже не согласился. – Нет, – сказал Майкл, – это такое заклятие, которое раскрывается по мере того, как его творишь. Это зашифровано в последней строчке. Если написать вторую половину, в которой будет сказано, что все это значит, заклятие заработает. Заклятия такого рода очень, очень сложные. Сначала надо расколоть первую часть. София снова сгребла голубые треугольнички в кучку. – Тогда давай попросим кальцифера, – предложила она. – Кальцифер? Отчего? Но этого Майкл ей тоже не позволил. – Да нет же, нельзя. По-моему, кальцифер тоже участвует в заклятие. Вот смотрите, тут сплошные вопросы. Отчего? Как? Отколе? Я сначала подумал, что на все эти вопросы надо отвечать черепу. Но это не сработало. Значит, речь о кальцифере. Слушай, если тебе так уж не нравится все, что я говорю, разбирайся сам. Обиделась София. Уж кальцифер-то знает, отчего он хромает. На это кальцифер даже вспыхнул. – Не хромаю я, мне нечем. У меня и ног-то нет. И вообще, я не бес, а демон. С этими словами он удалился под паление, и все время, пока Майкл и София разбирались с заклятием, было слышно, как он там урчит и ворчит. Вот ведь чушь какая. До самого вечера София с Майклом сидели, уставясь вдаль невидящим взглядом. Грызли перья и сыпали догадками. Типичная страничка заметок Софии выглядела примерно так. Защищает ли чеснок от злобы недоброжелателей? Вроде да. А что, если вырезать звездочку из бумаги, подбросить повыше и поймать? Можно ли сказать об этом Хоулу? Хоулу сирены больше по душе, чем кальциферу. Только не надо думать, будто Хоул – человек доброй воли. А кальцифер? А правда, как вернуть прошлое? Не значит ли это, что какой-нибудь из сухих корешков прорастет? Посадить? У моря где сирены? Кто же хромает-то? Найти хромца? Ветер? Запах? Ветер, когда летишь в семимильных сапогах? Может, Хоул без? Хромые семимильные сапоги? Сирены в сапогах? Пока Софи все это строчила, Майкл с ним меньшим отчаянием спрашивал. Может, ветер – это попросту виселиться на семи ветрах? Повесить человека доброй воли? Это же черная магия, в конце концов. Давай поужинаем, а? – предложила Софи. Они закусили хлебом и сыром, по-прежнему уставясь вдаль невидящим взглядом. Наконец Софи произнесла. Майкл, ради всего святого, хватит тыкаться на обум. Давай попробуем сделать в точности то, что там говорится. Звезда с небес – это явно падучая звезда, иначе ее не ухватишь. Где лучше всего ловить падучую звезду? На холмах? – Портхавинские топи поровнее, – ответил Майкл. – Только как? Звезды же ужасно быстрые. – Мы тоже, если в семимильных сапогах, – напомнила Софи. Майкл бодро вскочил на ноги, полный восторга и надежд. – Какая вы умница! – воскликнул он, роясь в кладовке в поисках сапог. – Пошли попробуем! На сей раз Софи благоразумно прихватила с собой трость и шаль, поскольку уже совсем стемнело. Майкл как раз взялся за ручку, чтобы повернуть ее вниз синим. И тут произошло нечто странное. Череп на столе застучал зубами, а кальцифер так и взвился к трубе. – Не хочу, чтобы вы уходили! – заявил он. – Мы скоро! – успокоил его Майкл. Майкл. Они вышли на улицы Портхавена. Была душистая звездная ночь. Однако не успели они пройти улицу до конца, как Майкл вспомнил, что утром Софи было нехорошо и забеспокоился, не повредит ли ночной воздух ее здоровью. Софи велела ему не дурить. Она храбро стучала тростью, пока освещенные окна не остались позади, и ночь не стала просторной, сырой и прохладной. Стопей несло солью и сырой землей. Позади сверкало и тихонько шуршало море. Софи чувствовала, скорее чувствовала, чем видела простиравшиеся впереди мили и мили равнины. Видела она лишь полосы низкого синеватого тумана и бледное мерцание болот отцветы на озерах, которые уходили все дальше и дальше, пока не сливались в серебристую линию там, где начиналось небо. Небо занимало все остальное пространство и было еще огромнее. Млечный путь тоже казался поднявшийся с болот полосой тумана, а сквозь него мерцали яркие звездочки. Майкл и Софи замерли. Перед каждым на готове стояло по сапогу. Они ждали, когда упадет звезда. Примерно через час Софи пришлось начать притворяться, будто она не дрожит, чтобы не испугать Майкла. Еще через полчаса Майкл подал голос. «Просто май – не тот месяц. Лучше бы в августе или ноябре…» Спустя еще полчаса он встревоженно добавил. «А как нам быть с Мандрагорой?» «Давай сначала с этим разберемся, а потом уже будем дальше думать», – отозвалась Софи, стиснув зубы изо всех сил, потому что боялась, как бы они не начали стучать. Еще через несколько минут Майкл сказал. «Софи, идите домой. В конце концов, это же мое заклятие». Но только Софи открыла рот, чтобы горячо согласиться, как одна из звезд сорвалась с небесного гвоздика и белой чертой ринулась вниз. «Держи!» – заверещала Софи. Это было совсем не то, что она собиралась сказать. Майкл сунул ногу в сапог и исчез. Софи оперлась на трость и отправилась в путь секундой позже. Вжих! Чмок! Она оказалась далеко-далеко в болотах, и туман, пустота и тускло отблескивающие лужи окружали ее теперь со всех сторон. Софи оперлась на трость и сумела удержаться на ногах. Сапог Майкла темнел у ее ног. Сам Майкл превратился в лихорадочное шлепание бегущих ног далеко впереди. Теперь яркое пятнышко спускалось к земле совсем медленно, и Майкл, судя по всему, вполне мог его поймать. Софи стряхнула с ноги сапог. «Ну давай, тросточка!» – прокаркала она. «Да тащи меня туда!» И она со всех ног заковыляла к Майклу, перепрыгивая с кочки на кочку, шлепая по неглубоким лужам и не сводя глаз с белого огонька. Когда она нагнала Майкла, тот крадучись подбирался к звезде, вытянув руки. В свете звезды его было прекрасно видно. Звезда парила в воздухе на уровне рук Майкла, опережая его всего лишь на шаг. Она испуганно оглядывалась на него. «Вот странно!» – подумала Софи. Звезда состояла из чистого сияния. Она высвечивала круг болотной травы и черной воды вокруг Майкла, но при этом у нее были большие беспокойные глаза, которые смотрели на Майкла и маленькое остренькое личико. Появление Софи напугало звезду еще больше. Она метнулась в сторону и запищала пронзительным ломким голоском. «Кто вы? Что вам нужно?» Софи попыталась сказать Майклу, чтобы он немедленно перестал ловить звезду. Ей же страшно. Но она так запыхалась, что говорить уже не могла. «Я хочу тебя поймать», – объяснил Майкл звезде, – «я тебе ничего плохого не сделаю». «Нет, нет», – отчаянно взвизгнула звезда, – «нельзя, я должна умереть». «Но если ты дашься мне в руки, я тебя спасу», – ласково твердил Майкл. «Нет», – схлипнула звезда, – «лучше умереть». И она ускользнула из пальцев Майкла и нырнула вниз. Майкл рванулся за ней, но где там? Звезда метнулась к ближайшему озерцу, и черные воды всплеснулись и засияли ослепительным белым светом всего на миг. Затем послышалось затихающее шипение. Когда Софи подобралась ближе, Майкл смотрел на гаснущее белое пятнышко под темной водой. «Грустно», – сказала Софи. Майкл вздохнул. «Да, что-то у меня весь порох вышел. Пойдемте домой. Тошнит меня от этого заклятья. Сапоги они искали минут двадцать. Чудо, что они вообще их нашли», – думала Софи. «А знаете, – проговорил Майкл, когда они понуро плелись по темным улицам Портхавена, – я ведь никогда не смогу сотворить это заклятье. Оно для меня слишком сильное, вот что. Придется спросить Хоула. Ненавижу сдаваться, но зато мне будет от Хоула прог. Наконец-то можно хоть чего-то от него добиться, ведь Летти Хаттер ему уступила. Софи это ни капельки не обрадовала». Продолжение следует.